Моё самое любимое. Это такое сухое уже вымершее дерево, тусклое небо. Луна. А это грустная картина? Можно и так сказать. Он рисует одинокие деревья, синие, в сухих листвах. Я думаю, я не всё знаю, что там у него в его внутреннем мире. Много чего думает, о чём я, может, и спросить не могу. Я просто иногда представляю себе что-нибудь, придумываю себе какие-нибудь истории в голове, и их потом выплёскиваю на лист. Я не всегда такая была. Я вообще такая стала благодаря клипу. Благодаря вот тому, какой он родился. Вот я сейчас раскручиваю назад, потому что всё равно думаешь же над своей историей. Вот у меня есть подруга, которая всегда не в бровь, а в глаз скажет. Был такой момент после его рождения, когда я говорила, «Аня, ну за что? Ну я же хороший человек, ну я же не делала зла, ну всё же хорошо, ну за что?» И она мне говорит, не за что, а почему. И вот это «почему?» оно как-то начинает работать. Это было следствие тяжёлых родов. Там пережали сосуды, и получилось, что он перестал видеть и слышать. Но один глаз у него вообще не видит, другой чуть-чуть. И однажды мы, я принесла его в педиатрию. И я сижу, на руках его держу, а рядом бабушка и другая мама. И у этой бабушки на коленях сидит маленький там двухмесячный ребёнок, там головку только начал держать, а мама стоит вдалеке. И мама вот так вот ем, вот так вот делает. И ребёнка «ааа» бегает. И вдруг я с ужасом понимаю, что мой ребёнок на меня так не реагирует. И я вот так сижу и слезами заливаюсь. Вот просто сижу с ним на руках, и у меня слезы градом текут. Вот я тогда все поняла. Я боролась. Я говорю, у меня это не излечимое дело. Я излечу. Были бабки, говорунья, шептуньи. Было вообще все. Что только там я не делала. Такой вот двигатель прогресса неуемный. Сколько времени ушло, чтобы все это принять? Очень долго не приняла. Очень. Когда мы пришли в первый раз в обычную школу, условно в обычную, да, вот для слабоидящих, первое, что на собрании сказала учительница, она сказала, нам главное детей сломать. Ну там же жестко все очень было, жестко. Это же интернат такой был вообще. Я его там, конечно, не оставляла на эту интернатскую. Ну, шаг влево, шаг вправо расстоял. Очень долго меня ломали, чтобы он на Брайль перешел. А если он перейдет на Брайль, у него там и остаточное-то зрение перестало бы напрягать. Я думаю, он же видит, он читает, ему-то жить в мире с этой информацией, читать все эти. Там в первом классе просто война велась, чтобы он читал по Брайлю, не парился и никого не парил, потому что очень неудобно ему то распечатки. Все учебники я перепечатывала годами, вот такой крупный шрифт. Потому что, оказывается, у нас в государстве нет середины вот этой для слабовидящего. Есть только кто хорошо видит или совсем не видишь на Брайле. А если ты вот так вот носом, то для тебя не сделано ничего. Сейчас я понимаю, что есть другие варианты. Несчастье помогло. Какое несчастье помогло? Это был конфликт с учительницей русского языка. Вообще, ну, это избиение моего ребенка. Она его избила. Ну, что-то он-то не увидел, не услышал. Мальчишек на руки покривлялся. Я прям прибежала тут же, забрала его из этой школы. Больше мы туда не вернулись. А так как он особенный, и любая другая школа его не возьмет, и частные школы сопротивлялись очень сильно. Куда бы я ни обращалась, куда бы я ни звонила, мне говорили нет. Поэтому на семейное обучение мы ушли уже вообще с легкостью. Сейчас счастливы. Дети учатся примером. И, в общем-то, я ему вот это отношение к любым трудностям, их немало, транслирую легкое отношение. Ну, ко всему там. Надо там очень классную квартиру там даже, не там, поменяли там на более там худшую. Я говорю, ничего, это временно. Мы ищем плюсы всегда во всем. И я думаю, что как-то постепенно он этому уже научается отменить. В тебе больше светлого, как ты сам думаешь? Да, больше светлого. Это от мамы? От мамы, да. А чему ты еще от нее научился уже? Многим вещам. Быть вежливым человеком, а не втягиваться ни в какие передряги, и всегда помогать другим. Она его так социализировала, что Климушка абсолютно нормальную, жизнь его такую же, как все другие ребята. Мы с ним играли в футбол в загородном парке. Он потрясающе рисует. Я восхищение от его таланта. Мы с ним ходили на экскурсии, и он так вдумчиво слушает экскурсовода. То есть это мальчик очень тонкий, такой глубокий. Ну, в маму, собственно. Я, можно сказать, почти как все, но я не такой, как все на самом деле. Но он со мной дружит. Тебе это очень мешает жить? Нет, не мешает. Есть, конечно, какие-то ограничения, но мне как бы все равно. Я все равно понимаю, что мне придется с этим жить. Я это просто понимаю. И мне вообще не грустно, не одиноко. Я просто осознаю, что это просто моя особенность. Он мне впервые этот вопрос 9 лет задал. Как он спросил? Так вот он все время так делает, невзначай мимоходом. Мам, а что там, почему у меня? Почему я так родилась? Так вот. Как на этот вопрос мимоходом не ответишь? Но я все равно это с легкостью. То есть я не стала, все родовые муки, и врачи виноваты. Ну, так сложилось. Все уже так сложилось. Да, это была там врачебная ошибка. Тебе нужно вот с этим жить, что имеем. Ну, я, мол, с прямым текстом говорю, да, что я очень не хочу, чтобы ты чувствовал себя этим инвалидным. Не будь им. И то, что тебе предлагает социум, а социум очень жестко предлагает. Ну, я имею сейчас больше бюрократические структуры, когда ты приходишь, вот, допустим, инвалидность подтверждать, которую нам вообще очень долго не давали. Просто у ребенка считается, на данный момент, что ничего не изменится. Но у нас год проходит, еще раз подтверждение. Год, я говорю, да что ж такое, ну, глаз что ли вырастет, ну, простите меня. То лечение, то подтверждение, то подтверждение, то лечение. И там такие плакаты веселые висят. Наши слепые собирают, значит, эти там, розеточки. Ух, как мы их хорошо, значит, обустраиваем. Я его водила, мне их полный, ни в коем случае. Никаких розеточек. Говорю, ты достоин больше. Тут много музыки. Я слушаю Эльвиса Пресли. Вообще разных музыкантов слушаю. А как ты относишься к современной попсовой всякой вот этой истории? Я такой вообще не люблю. Бессмысленный, безвкусный. Безвкусный вообще какая-то. Ни разу не слышала о Тане нытья и каких-то даже намеков на депрессивность, несмотря на все это. Сама необыкновенно удивлена и тоже хочется понять, как это у нее получается. Может быть, она рисует вот свой волшебный мир и в нем живет. А может быть, она его не рисует. А может быть, она действительно так видит мир. Мне проще жить радуясь вот реально каждому. Ну, как банально это не звучало, да. И хочется и самой так жить, и сына главное этому научить. Я в какое-то время, там, банально звучит, но разрешила себе быть счастливой. Вот прямо в тех обстоятельствах, какие есть там, с тем, что есть, там, с плохими отцами, с хорошими, там, с диагнозами любыми. Позволить себе быть счастливой. Всего-то делов. Когда ты за все в жизни отвечаешь одна. Когда нет квартиры, когда никто не возьмет на работу. Но ты ни за что не позволишь признаться в беспомощности даже самой себе. Пока он не подрос, ты вообще все время на лечении. Это странно, кажется. Ну, вроде есть диагноз, который неизлечим, но он неизлечим тоже условно. То есть это не просто диагноз, а надо еще, чтобы мы вниз нюхнули, чтобы не потерять оставшиеся. Ты не знаешь, что там помогает. Или, может, оно вообще иногда не помогает. Но держишься на одном уровне, и ты счастлив. И когда у тебя каждые полгода, там, лечение, потом у тебя перед тем, ты должна собрать много-много справок, потом у тебя постоянно, там, ты у невролога, вам ни один работодатель этого не выдержит. Скажет, дорогая, иди, лечи своего инвалида, получай инвалидные. Они смешные на них прожить. Вообще невозможно, естественно. Это такая тема, конечно, мамы меня поймут, у которых такие дети. Когда ты думаешь, ты вдруг где-то читаешь, там, ой, есть льгота, с ребенком проехать, там, до места лечения, там, на ЖД бесплатно. Ты идешь на ЖД, типа, как на двор смотрят, говорю, ой, ты че, мать? Нет ничего. Я говорю, ну, как же, вот же, вот же. Нет. Потом еще куда-то, еще куда-то. И ты понимаешь, что все вот это вот, ну, это очень смешно. Вот даже вот такие вещи, они тоже очень закаляют. Когда мне говорят, веди блог и рассказывай про то, какой он не такой, я не могу. Ну, потому что это надо педалировать эту тему. Ну, чтобы что? Я тут не вижу, а вот так он видит эту карту, а вот так не видит. она прекрасно понимает, она прекрасно понимает, какие у меня особенности. Ей удается мне, ей что-то мне интересное показать, помочь мне с чем-то. Ей просто легко со мной. Это любовь? Ну, в том смысле, что семейная, да. Взаимопонимание? Да. До рождения Клима я же много писала. Я не знала, что живопись так много значила в моей жизни, потому что за всеми там лечениями, процессами, рождением, когда я ухнула во все это, оно просто ушло и ушло, как будто его и не было. И когда вдруг, чуть-чуть, я себе позволила опять впустить ее в свою жизнь, я поняла, как мне этого не хватало. И сейчас я целенаправленно вообще строю всю свою профессиональную деятельность в эту сторону. То есть я реально именно здесь хочу реализоваться. Мир должен увидеть творчество твоей мамы. Конечно. Не прям весь, конечно, но должен увидеть. Это какая-то часть мира. Творчество, которое люди зря пропускают творчество, которое открывает новые горизонты. А она талантливая? Очень. Очень талантливая. Я вдруг недавно поняла, что я пишу серию людей с завязанными глазами. Прямо такая, оно само вырисовывалось. И хотя, да, получается, вроде нет никакой боли. Но, наверное, какая-то проработка возможно все равно этой темы есть, наверное, да, что мы видим. Я не знаю, получится ли у меня из этого сильно позитивную серию сделать, но может быть и получится. Ну, то есть без надрыва, да, какого-то. Но, в принципе, искусство никому ничего не должно. И боль там может быть. Есть люди, которые сами себе рисуют свою жизнь, подбирают краски для своей жизни. Вот Таня, несмотря на разные перипетии собственные в такой жизни, в личной и прочей, она рисует свою жизнь очень красивыми, яркими, нет, наверное, не яркими, такие пастельные, чистые, светлые краски. И около нее находиться очень приятно, потому что, ну, человек, ну, не люблю это слово такое, знаешь, светлый человечек. Это вот не про нее, что это светлое, она просто светлый человек. Если помогать, то вот таким людям, несмотря на то, что они не ноют, не просят, не клянчат, и тогда всем будет хорошо. И Тане будет хорошо, и нам от ее вот этой красоты, от этого цветочка, от этой радости, которую она дарит своим творчеством, и нам будет хорошо. Мне от людей хотелось бы большего принятия. В том плане, что, ну, я просто знаю, допустим, что, ну, все равно не так просто, да, вот клима интегрировать. Не все вообще понимают вообще вот эти вещи. Ну, не знаю, как это объяснить. Толерантности какой-то. То есть мне хочется, чтобы люди позволили быть другим, быть не такими, как все, быть не таким, как он. Когда твой ребенок там, который вот так полуслепой, у какого-нибудь телевизора, ему же мультики тоже ходят, и он сидит вот так вот, носом туда, и ко мне идет. Прям-прям. Примеры жизни настоящей. Две-три матери подходят. Вы знаете, что ваш ребенок, он зрение испортил. Я говорю, ничего, он не так слепой. Вот так вот, как Фаина Рогевская, так на все с юмором, и все. Я так в это поверила, что вот мы сами свою судьбу делаем, но нет, никто меня не наказывает. Боженька не пришел меня наказать таким ребенком, или его наказать. Может быть, это вот именно то, что мы сами транслируем миру, да, и мир от нас не отворачивается. Для нас это не проблема, и тогда и для мира это не проблема. То, что вот он такой, это тоже никакое там наказание свыше, но так просто сложилось. И нам надо вот в этих обстоятельствах жить. Но жить и радоваться можно. Слава Богу. Слава Богу.